МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В страсти за околицей в Нижегородской области расследуют самоубийство послушников религиозной общины. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Битва за титан, за фасадом экономических реформ. На Украине идут принципиальные олигархические разборки. Из Киева Сергей Савин. Большая пресс-конференция Петра Порошенко. Из Киева Андрей Григорьев. Эдвард Сноуден удостоен международной премии. Сможет ли награда найти героя? Об этом из Лондона Антон Вольский. Эппл прогнулся. У новых айфонов нашли серьезную проблему. Какую именно, расскажет Юлия Лехтева. Оставить под домашним арестом. После рассмотрения апелляционной жалобы бизнесмена Владимира Тушенкова суд отказался выпускать под залог в 300 миллионов рублей. Из Мосгорсуда Евгений Голованов. На юге России устраняют последствия сильнейшего урагана. За ходом восстановительных работ следит Михаил Антропов. Добрый вечер. Вас приветствует информационная служба телекомпании НТВ. Это программа «Сегодня» и ее ведущий Лилия Гильдеева. И Александр Ковенко. Сегодня безвестная до сих пор деревушка Чухлонка в Нижегородской области оказалась в центре громкого расследования. Там произошла серия загадочных самоубийств. Все, кто совершил суицид, были послушниками Ведического монастыря, который, как теперь подозревают в прокуратуре, был связан с японской террористической сектой Аум Сидрюкё. По данным следствия, члены общины подвергались разного рода унижениям, а женщины регулярно ходили к духовному наставнику на ночные проповеди. Гуру бывший замполит Валерий Минцев якобы и обогащался за счет учеников. Внимая призывом отказаться от всего мирского, адепты переписывали на учителя свое имущество, а потом сводили счеты с жизнью. И на Усипову с подробностями. Умиротворяющая музыка, фонтаны, позолоченные статую Будды, беседки для уединения, коттеджи со всеми удобствами. В Ведическом монастыре или ашраме Дивиалока, казалось бы, созданы райские условия для жизни. Вот только смерти в раю стали привычным делом. Нижегородские следователи взбудили уголовное дело после череды самоубийств в общине. В состав общины вовлекались одинокие граждане, у которых впоследствии незаконно изымалось их имущество. Кодекс общины предусматривает практику унижения человеческого достоинства и насилия в виде системы наказаний в отношении последователей. Впрочем, наказание, по информации следствия, послушники могли выбирать сами. Три дня без еды или просветленная диета с примесью навоза. Женщин якобы водили духовному лидеру на ночные послушания. И продолжались они до рассвета. Создатель этого монастыря бывший замполит, выпускник Киевского военно-морского политического училища Валерий Минцев. Он же с вами Вишнаб Дивананда Гири. Духовный учитель, просветленная личность, а для кого-то просто Бог. В своем учении он совместил все. Бессмертие, реинкарнацию, небесные миры, сверхъестественные способности, отказ от мирской еды ради пищи духовной. Сам гору, правда, выглядит довольно упитанным. Умирает тот, кого при жизни не было. Но тот, кто был осознан, для него смерть подобна смене костюма. Виталию удалось вырваться из общины только после того, как его друг покончил с собой. По словам бывшего адепта, гуру просто подавлял волю и психику послушников, доводил до нервного истощения, а некоторых и до суицида. Здесь исключительно вся система, все учение работает только ради того, чтобы один единственный человек удовлетворял свое внутреннее желание или же свои внутренние амбиции почитания себя как Бога. То есть вот поклоняйтесь мне, то есть ему, и один человек должен чувствовать себя весьма комфортно. Жена Александра Куценко Мария Марушина уверовал в монастыре в реинкарнацию, зарубила топором годовалого сына. И утопила его в озере. Суд признал ее невменяемой. Вся хроника безумия осталась в ее дневниках. Моя форма вечная, и ее нужно найти. Я ее почему-то люблю, и хочу быстрее туда запрыгнуть, в тот мир. Другая последовательница учения, врач-педиатр, Любовь Агафонова, переписала часть имущества на общину, затем впала в глубокий транс. Нашли ее мертвой, в деревенском колонце. Вот так начали тянуть, взяли обоими руками, как дергнули, кофта ее, и шею увидели. Она до этого целый день все обливалась холодной водой, и все смотрела на солнышко. Встает, и целый день она вот стоит на солнце, смотрит, говорит, мне солнце помогает, лечит. До девяти часов ее не могли, мы оттуда отколоться, утащили. По данным следствия, по меньшей мере пятеро адептов учения свели счеты с жизнью. Есть подозрение, что ашрам может быть связан с запрещенной японской сектой, аум-сенрикё. При этом монастырь активно участвовал в общественной жизни, международных конгрессах и фестивалях. Здесь даже задавали тренды, разрабатывали коллекции ведической моды. Сейчас следствие выясняет, сколько денег и какое имущество были переданы последователями духовному учителю. Сам Мессия в розыске. Есть информация, что он скрывается в США, где у него хорошие связи. Адепты, оставшиеся в живых, однако ждут его второго пришествия и называют всю информацию о нем гонениями со стороны бездуховных личностей. Инна Осипова, Анна Ток, телекомпания НТВ.